Добрый день, это программа Диалоги, меня зовут Галина Баева, у нас сегодня очередной выпуск и он будет посвящен пассажирским перевозкам, маршрутам и всем изменениям, которые происходят. Итак, у нас в гостях сегодня Максим Фазулин и он возглавляет ассоциацию переводчиков. Добрый день. Максим Фазулин, 38 лет, женат, воспитывает троих сыновей. В 2006 году окончил с отличием ОГУ по специальности автомобили и автомобильное хозяйство. В 2010 году по окончании аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию по специальности эксплуатация автомобильного транспорта. С 2011 по 2017 годы возглавлял управление пассажирского транспорта города Оренбурга. С 2017 и по настоящее время является директором ассоциации перевозчиков Оренбурга. Состоит в кадровом резерве управленческих кадров Оренбургской области, увлекается волейболом и беговыми лыжами. Максим, я по традиции задаю вопрос, почему Оренбург? Вот вы, я знаю, были чиновником и предпринимателем на свое время, а сейчас возглавляется общественную организацию. Почему Оренбург? Почему вы за него бьетесь и почему здесь остаетесь, не пережаетесь, например, более крупный город? Ну, во-первых, я здесь родился и так получилось, что после рождения спустя какое-то время уехал, то есть вырос я не в Оренбурге. И вернулся я сюда в возрасте 17 лет поступать в институт. И тогда меня город принял, то есть я себя почувствовал здесь дома. Вот, мне есть с чем сравнивать. Да, я ездил в другие города и ни в одном другом городе так меня сам город не принял. То есть я почувствовал, что я здесь дома, что мне здесь нравится, мне здесь уютно и хорошо. Ну, тем не менее, видите опыт других городов и что-то можно внедрять здесь в Оренбурге. Оренбург, особенно центр города, такой односторонний. Хотелось бы что-то внедрить уже, как вы это видите, развитие пассажирских перевозок, где-то опыт других городов взять, где-то ноу-хау какие-то ввести оренбургские. Да, действительно есть города, у которых стоит поучиться, да, флагманы такие, как Казань, Москва, да. Но в Оренбурге в этом плане еще поле не паханное, скажем так, то есть здесь много чего можно делать, начиная от дорог, которые не сильно способствуют развитию пассажирского транспорта, потому что, к сожалению, у нас дороги не позволяют сделать выделенную полосу в основном, то есть их некуда расширять. И заканчивая, в общем-то, теми самыми пресловутыми умными остановками, которые тоже без сомнения удобны для пассажиров, но пока они у нас не работают так, как должны работать. И, в общем-то, их мало, в принципе, мало. Поэтому много чего можно сделать в пассажирском транспорте, и мы понимаем, что и пазики, которые всем уже сильно так поднадоели, их надо менять. Но опять же, это надо делать, скажем так, с чисто экономическим подходом. То есть нельзя в этой отрасли так вот хочу и поменяю. Нужно сначала посчитать и понимать, на что экономика отрасли способна сегодня. Ну, вы достаточно активно выступаете, что вот не дали условий, нет возможности того сего. Но, тем не менее, частные перевозчики, которые сегодня, по-моему, 70% рынка занимают, да, не меньше, больше даже. Тем не менее, тарифы повышаются, притом несколько раз в последнее время. И хотят, чтобы платили больше, притом, что Оренбург не самый богатый регион в плане доходов. Почему тогда не меняется особо в самих пассажирских перевозках? Автобусы старые, люди жалуются, водители ругаются, курят, потерятся и все остальное. Не курят. Вот курение мы давно победили, к счастью, да. То, что водители могут ругаться, да, но это опять же те же самые горожане, только они за рулем сидят. Часть горожан в салоне, часть за рулем, по большому счету. Давайте по порядку. В общем, да, мы действительно заявляем о том, что мы не видим плана. Сегодня и уже достаточно долго мы не видим никакого стратегического документа со стороны власти, в данном случае со стороны уполномоченного органа, администрации города Оренбурга. То есть мы не видим, куда эта лодка плывет уже много-много лет. А когда не видишь, куда плывешь, не понимаешь, нужно ли тебе это. То есть мы говорим сейчас о том, что администрации хорошо бы сделать документ планирования, в котором прописать хотя бы лет на пять вперед, что планируется, на каком маршруте. Когда там обновление планируется, на какой подвижной состав. То есть я имею в виду класс малый, средний, большой и так далее. Когда изменения так или иначе будут на маршруте происходить. И тогда перевозчики, вот условно возьмем абстрагированный маршрут номер один. Мы видим, что администрация прописывает для маршрута номер один в 2025 году, чтобы было 30% подвижного состава с низким полом. В 2026 его завернут в микрорайон, условно говоря, Виктория какой-нибудь и так далее. И перевозчик, работающий сегодня на маршруте номер один, понимая, что дальше ждет этот маршрут, взвешивает все за и против, оценивает экономику, понимает пассажиропотоки и говорит, да, я смогу. Но этот документ же как бы сформулировать, уже говорят о том, что подвижной состав в течение нескольких лет должен быть таким-то. Эти документы озвучивают. Вот вы видели его в виде документа? Я не видел. Я слышал только слова. Опять же, мы слышим о том, что маршрутную сеть переделали. Про документ планирования я ни слова еще пока не слышал. То есть это разные документы. Есть документ планирования, а есть маршрутная сеть, которую уже третий раз переделывают и никак не покажут нам результат. То есть мы были свидетелями, когда сделали хорошую, наверное, маршрутную сеть А плюс С Транспроект, питерская компания, в рамках КСОДД это обследование было. Она была классная, но она очень была теоретическая. То есть теоретически она была сделана правильно. Там были пересадочные маршруты, приехали в центр, пересели, поехали дальше. Мы понимаем, что наши пассажиры к такому не приучены. То есть мы любим сесть в Степном и выйти где-нибудь в Южном. Это нормально. У нас так сложилось, к сожалению. Я понимаю, получается, вы из практики что-то предлагали для того, чтобы эти маршруты включались? То есть вы же вот в поле работаете непосредственно с пассажирами, знаете, как двигаются эти потоки, какие им нужны. То, что предложил А плюс С Транспроект, в принципе, неприменимо было к нашему городу. А вы со своей стороны что-то в ответ предлагаете, чтобы... Мы говорим о том, что сейчас маршруты, которые есть, вот сами маршруты, сами трассы маршрутов, они по большому счету горожан-то устраивают. Вот давайте посмотрим, о чем говорит власть сегодня. О недовольстве горожан пассажирским транспортом. Недовольны поведением водителей, недовольны этими самыми пазиками и недовольны оплатой по безналу. Проблемы часто возникают. Недовольство самими трассами маршрутов не высказывает никто. Это о чем говорит? О том, что сами трассы маршрутов горожан устраивают. Им хочется качество повысить. Ну, а ожидания, например, на остановке, это же частный маршрут, да. Это же тоже качество. То есть, если говорить о повышении качества, то не надо начинать с маршрутов, с самих схем, когда они по большому счету всех устраивают. Нужно начинать именно с качества. И возвращаемся к тому самому документу планирования. То есть, если мы говорим об ожидании, документ планирования должен предполагать такие мероприятия, которые позволят либо сократить это ожидание, либо прийти к тому, что будут эти умные остановки, будут какие-то табло, которые показывают, когда будет автобус и так далее. Мне надо вопрос. Если вы же как ассоциация хотите войти в рынок, вы такой документ планирования предлагаете со своей стороны или пункты какие-то для него? Давайте сапожник будет шить сапоги. Документ планирования должны составить в администрации. Мы должны в нем, возможно, поучаствовать, если нам предлога... Или саботировать и не участвовать. Нет, мы не придерживаемся такой политики. То есть, всегда, когда нас приглашают участвовать в каких-то мероприятиях такого плана, мы никогда не отказываемся. Другое дело, что часто так бывает, что администрация заявляет о том, что нас привлекут к этой работе, а постфактум нас просто ставят перед фактом, что вот мы уже сделали. То есть, говорят, что привлекут, но делают совершенно... Ну, привлекаться готовы к обсуждениям, к предложениям. Конечно, мы никогда не отказываемся, во-первых, ни от сотрудничества с органами власти, ни от сотрудничества со средствами массовой информации. В общем-то, мы абсолютно открыты. И перевозчики говорят о том, что мы меняться готовы. Вы скажите, в какую сторону нам меняться? Ведь у всех еще свеж в памяти пример, когда вот эти желтые автобусы одно из частных предприятий купило, и их не выпускали на линию, просто потому что они были чуть длиннее, чем пазик. Чуть длиннее, чем в документах сказано. Ну, так извините, это же лучше. Что мешало быстро поменять документы, а не полгода тянуть? Ведь красивые автобусы, новые, как просили, лучше, чем пазики с низким полом и так далее. Зачем их держали? И вот этот пример, он, естественно, всех перевозчиков отпугивает. Ну, куплю я сегодня, залезу в дикие долги, куплю какие-то автобусы, которые смогу по моей экономике. А мне скажут, нет, извините, мы решили туда вот идти, в ту сторону. Ну, так же не бывает. Это же тоже бизнес так или иначе, хоть и социальный. А вот на этом фоне, да, есть муниципальный заказ, и на миллиард куплены лиазы, да, и, соответственно, они сюда в город пришли. И тут вот народный мэр и народный губернатор, как их назвали, по-народному в народе, с народом прокатились на них уже. Вот в таких ситуациях как вам удается конкурировать? Как вы вообще оцениваете закупку? А тут слово конкуренция вообще неприменимо в данном случае. Вот представьте, два условных предприятия, одному на миллиард купили техники, а другому ничего, да, а еще раз этому предприятию, которому на миллиард купили техники, еще и возмещают расходы в виде дотации по регулированному тарифу. То есть у них тариф, в принципе, такой же, как и участников, 30 рублей. Но им еще за каждый километр пробега порядка 55 рублей доплачь и воюй. Ну, например, берем... Да, если мы говорим о соседних регионах, Уфа та же, там же большая часть и муниципальный транспорт, а частный, он закрывает часть маршрутов. А почему вы хотите выйти на такую жесткую конкуренцию с муниципальным транспортом, так скажем? Я же сама, ну, редко езжу на автобусах, но, тем не менее, я каждый раз вижу вот эти вот переговоры водителей, когда они друг другу сообщают, как бы подрезать вот этот, объехать, собрать там всех пассажиров. У водителя работает поговорка «Не потопаешь, не полопаешь» или «Волка ноги кормит». Наверное, так. Мы не хотим в жесткую конкуренцию. Я хотел бы все-таки немножко так улететь в историю, для чего создавались муниципальные транспортные предприятия до появления 220-го федерального закона. А создавались они для того, чтобы, ну, скажем, просто закрывать дыры. То есть были всегда в любом городе районы, куда не сможет частный перевозчик возить людей. Просто по экономическим соображениям это невыгодно. Естественно, ни один частник не поедет туда, куда ему невыгодно. И для этого и создавались муниципальные предприятия, чтобы исполнять полномочия муниципалитета по транспортному обслуживанию. Они открывались, им платили огромные деньги за то, что они эти дыры закрывали. И они их закрывали. Когда появился 220-й федеральный закон, он позволил уйти вообще от этой системы. То есть он уравнял муниципальные предприятия и частные, потому что 220-й федеральный закон предлагает, что делать? Есть у вас проблемное направление, муниципалитет. Так, пожалуйста, выставляйте это проблемное направление за деньги на общий рынок. И пусть те, кто сможет на этот рынок прийти, те и приходят. То есть, условно, стоит обслуживание столько-то рублей. Частник готов за столько-то рублей? Он говорит, да, я готов. И он начинает торговаться, не важно, с муниципальным предприятием или с другим частником. И приходит, и ему муниципалитет говорит, да, мы тебе будем платить за то, что ты ездишь туда, куда невыгодно ездить. Но мы тебе будем доплачивать то, что ты не добираешь. Дотация, да? Ну да, то есть, контракт, брутто-контракт, так называемый, в принципе, это очень правильная и удобная схема выстраивания работы. И опять же, этот брутто-контракт позволяет действительно выдвигать определенные требования к перевозчику. То есть, если, как законодатели задумывали, если вы хотите что-то требовать, платите. То есть, если я плачу, я и требую. И низкий пол, и большие автобусы, и все, и галстуки на водителях, и униформу, потому что я за это плачу, как заказчик работы. И я это буду требовать. А вы будьте добры, раз уж вы ввязались в это исполнять. Конкурс совсем другая история. То есть, она принципиально другая. И в плане контроля, и в плане реализации всех, и полномочий. То есть, там все по-другому. Упомянули все-таки, ну, сервис играет большую все-таки роль. Заходите, ну, датировать это одно, а исполнять договора, да, и делать это на уровне, то есть, давать сервис. Что значит водители пришли из народа? Вот какой народ, такие у вас водители? Или там, что значит грязный автобус? Как с этим-то быть? Тарифы есть, люди там зарабатывают на этих маршрутах. Они же не обанкрачиваются, эти предприятия. Почему нельзя добиться сервиса, и чтобы люди не ждали на остановках после 20 часов, потому что частнику невыгодно выходить на этот маршрут? Почему нельзя мыть автобусы? Почему нельзя водителей призывать к тому, чтобы они себя вели? И хини галстуки носили. Почему нельзя? Можно. Для этого и существует власть, которая в рамках своих полномочий организовывает эту работу. То есть мы, опять же, вот этот пресловутый конкурс, на который все так вот, каждый новый приходящий руководитель, я вот не так давно в ЗАГСОБе об этом говорил, вот за 4 года их четверо сменилось, и глав у нас четверо сменилось, и руководители управления транспорта четверо. И каждый новый приходящий с упорством твердит о конкурсе, то есть как о некоем спасении таком для всех. Вот проведем конкурс, и все будет в елку. Неправда, так не будет. А если зайдет сторонний? Да, пожалуйста, это же рынок. Тут никто не застрахован. Ведь мы же не говорим, что мы здесь вот самые лучшие, самые белые и пушистые. Пожалуйста. Но опять же, чтобы всем было интересно, должны быть созданы условия. А у нас на сегодняшний день в областном центре ни одной конечной остановки не оборудовано. Вот мы ездим на автобусах на миллиард купленных, мы ни одной конечки не построили. Умные остановки еще у нас есть. Ну, умные остановки – это история отдельная. Умная остановка, чтобы вот для понимания, вот те остановки, которые ругали, они действительно умные. Но получилось с ними как? Это как купить современный смартфон и только звонить по нему. Вот то же самое с умными остановками. То есть она умеет много, но для нее инфраструктура нет. То есть для того, чтобы она корректно работала и правильно все автобусы должны быть в ГЛОНАССе, передавать эту информацию. Там должно быть программное обеспечение соответственно. То есть это должен быть коннект. А у нас получается, она умная – это умная, но она свой функционал практически не выполняла. Ну, кроме как козырька и стенок, в общем-то. Скажите, а вот переводчики, которые входят в ассоциацию, они оборудованы ГЛОНАСС? То есть у них можно отследить маршрут, посмотреть или там тоже нужно решение? Да, у нас оборудование еще осталось с 2012 года у всех. Просто в какой-то момент, когда совершенно был раздрайс администрации, они это оборудование просто отключили и перестали передавать информацию. А так блоки есть, сейчас ими долго не пользовались, и сейчас их приводят в рабочее состояние, скажем так, ревизию проводят. А так подвижной состав, да, оборудован, в основном оборудован. Те, кто не оборудованы, сейчас этим процессом очень занимаются плотненько, потому что законодательство тоже, в общем-то, определенные требования предъявляет, поэтому от этого мы никуда не денемся. Ну и по большому счету это, конечно, ну это удобно, это прогресс, да, те же самые Яндекс-карты вечером позволяют людям не ставить на остановке, а выйти ко времени и усесть на автобус, чтобы не ждать, не мерзнуть. Понятно. Вот еще одна такая тема, это вот от троллейбусов вы решили отказаться в Оренбурге, дорогостоящие автомобильные парки, так скажем, да, и вы про это тоже высказывались, но тем не менее это же была какая-то экологичная история, как быть с этим, все-таки какие-то города сохранили, вот я сегодня смотрела, как раз Калининград заявил, что на одном из маршрутов они возвращают троллейбусы и, соответственно, пишут это как достижение для города, потому что это экологично. Вы как к этому относитесь или это прям совсем забытая история? Вот смотрите, история про экологичность, это такая очень история. Почему? Потому что когда троллейбусы появились когда-то, в 50-х годах, это было экологично, потому что тогда выхлопные газы у машин были совсем другие. Если сегодня сравнивать с современной техникой, я про электробусы даже говорить не буду, это утопит, потому что электробусы, это только Москва себе может позволить, если говорить те же самые метановые автобусы, у них выхлоп абсолютно чистый, то есть у них он безвредный, практически, поэтому, а если косвенную экологичность оценивают, то вставший посреди дороги троллейбус, он гораздо большее влияние окажет на экологию, потому что создаст пробку огромнейшую, и машины будут коптить возле него воздух. Поэтому экологичность, это вот история, которую сейчас лучше не вспоминать. А то, что троллейбус содержать очень дорого, да, покупка троллейбуса раза в два дороже, чем автобуса. Да, нужно содержать контактную сеть, которая у нас изношена процентов на 90, наверное, я не ошибусь, если такую цифру скажу. Да, у нас тяговые подстанции, все не соответствуют сегодняшним современным требованиям. То есть, туда либо надо вложить очень много, и радоваться, что мы можем себе это позволить, то есть, огромные деньги вложить, и использовать дальше троллейбус. Либо, действительно, принимать какие-то организационные решения. Я искренне считаю, что троллейбус – это часть истории Оренбурга, и просто так взять, поставить на нем крест нельзя. Но и сохранять его в том виде, в котором он сейчас, ну, это как-то вот… Совсем печенье маршрута. Совсем уважение какое-то, да, своего рода. То есть, на них без слез не взглянешь уже, то есть, они в очень упадническом состоянии троллейбус. Да, как я говорил о том, что хорошо бы сделать один-два маршрута, которые соединяли бы какие-то ключевые, то есть, вокзалы там 24-й микрорайон или вокзал Степной, то есть, чтобы через весь город проходил, но при этом сделать там контактную сеть, новую, купить туда новую технику, чтобы это был маршрут, за который было не стыдно, то есть, чтобы гости города, приезжая, видели этот троллейбус, говорю, классные какие-то троллейбусы. А федеральные проекты можно какие-то попасть для того, чтобы денег на это получить, например? Вы знаете, вот как-то так уже давно-давно-давно, еще когда я работал в администрации, почему-то, да, федеральные проекты были, но почему-то уровень поддержки там очень был маленький для троллейбуса, если сравнивать с поддержкой автобусов, тех же Метановых, условно, однажды два получилось так автобуса купить, при их стоимости прайсовой на тот момент под 8 миллионов, они нам обошлись за счет того, что мы смогли залезть во много программ в 400 тысяч, то есть, 8 миллионов, 400 тысяч, это вот да, а при том троллейбус на тот момент стоил 12 миллионов, и поддержка на него была миллион, несоизмеримая цифра, конечно. Если касаться новых маршрутов, новые микрорайоны, которые присоединяются, вот там ЖК Победы, например, Оренбуржцы жалуются, что рядом с их микрорайонами нет маршрутов, или очень долго их ждать, как с этими микрорайонами быть, и, соответственно, есть ли от вас какие-то ассоциации, предложения для того, чтобы там запустить? Опять, чуть-чуть откатимся к началу нашей беседы, ЖК Победы, ее обслуживал 57 маршрут какое-то время, через какое-то время он благополучно умер, потому что ЖК Победы тоже внесла свои коррективы, то есть, ведь у пассажиров в понимании, вот у нас целый дом пассажиров, и мы стоим в пятером на остановке, и это классно, ну, то есть, для маршрута, нас-то надо увезти, а для маршрута пять человек, это не пассажиропоток, совсем ни разу, 57-й умер, вот вернемся к регулированию тарифов, администрация, что должна была сделать? Не новый маршрут городить, а взять и выделить деньги на 57-й маршрут, отыграть его за деньги, потому что там никакой маршрут не сможет работать, любой маршрут там будет тянуть убытки, потому что там маленький пассажиропоток, и никакой маршрут там не сможет работать, нужно взять было деньги, посчитать, сколько стоит транспортная работа, и отыграть тот же 57-й маршрут, и обеспечить транспортное обслуживание, то же самое с временами года, там работали 54-й, 55-й маршрут, запускали. Это еще я когда-то эти маршруты с ОГУ придумали. Работали, поработали, поработали и тоже благополучно сдулись, потому что пассажиропоток не дал возможности маршруту работать. Что нужно сделать? Опять же, посчитать, отыграть на торгах на брутых контракт и, пожалуйста, и если мы говорим, что мы заботимся о горожанах, вот так и надо заботиться о горожанах. Произошли процессы с Минстроей, заведены уголовные дела и, если уж говорить, дайте дотации, убыточные маршруты и так далее. Здесь обратная история. Говорят, что предложили участникам управления транспорта взятки в том числе за то, чтобы эти какие-то маршруты организовать и поставить, то есть от перевозчиков, как говорится о том, что в одном из предположений. Как вы к этим относитесь с процессом сегодня, которые идут уголовным, так скажем, и на чем погорели чиновники по вашей версии? Я думаю, что раз пришел Следственный комитет и даже завел уголовные дела, то, наверное, основания для этого есть. Комментировать действия чиновников вот сейчас, наверное, не совсем было бы правильно, потому что пока все вот только вот как-то так вот в облаках, вот вроде бы, вроде бы как бы, скорее всего и так далее. Вот, поэтому, наверное, есть повод и, наверное, разберутся, надеюсь, что разберутся и действительно окажут виновных, но как только действительно это будет полноценная огласка этого процесса, то есть мы будем понимать, из-за чего, что произошло и так далее, вот тогда я смогу прокомментировать, потому что понимаю, как все процессы происходят там, и вот если буду понимать, из-за чего все это произошло, тогда можно будет об этом говорить. Пока комментировать, наверное, некорректно было бы то, что кукушка на хвосте носит как бы смысл. То есть вам неизвестно, какие перевозчики участвуют сейчас? Нет, а обозначался же прям перевозчик, Мангалов перевозчик обозначался, то есть я видел это в соцсетях, то есть конкретные два чиновника и один из перевозчиков. Но опять же, перевозчик не городской, ну то есть он работает на одном из небольших маршрутов города, в ассоциацию он не входит. Вот, поэтому там я думаю, что о межмуниципальных маршрутах идет речь, не о городских. Если говорить о межмуниципальных маршрутах и то, что происходит в Оренбургской области, у вас больше как бы вопрос здесь как к эксперту, да? Вот там вообще можно навести порядок? Потому что, как сегодня говорят, что там огромное количество направлений, куда вообще не ходит теперь общественный транспорт, изношенность парка, отсутствие каких-то дотаций, бедность муниципалитетов. В этом направлении что можно сделать? Или это какой-то уровень федеральной политики и других моментов? Да нет, это уровень областной. Все-таки упустили просто когда-то этот вопрос. Смотрите, были всегда регулярные перевозки межмуниципальные, то есть газели, там микроавтобусы, где-то автобусы, где побогаче были районы с пассажиропотоком. Появились ларгусы, чудесные машины. Ларгус, которую вмещают 6 человек, багажник наверху. Частники такие? Да, да, частники. Причем, как правило, это частники, работающие нелегально, то есть нигде не зарегистрированы, даже в режиме такси они не зарегистрированы, как правило, да. И, как правило, когда проходили рейды, пассажиров спрашивали, что, как, чего, им отвечали, что это у нас родственник, там сосед. Я прям видео такие видел, он все равно, что наш сосед, а как сосед зовут? И все так, хоп, и молчат. То есть это уже осознательность наших пассажиров, говорит. И вот эти ларгусы, они были удобны, конечно, для пассажиров. То есть они забирали от дома, довозили здесь в городе туда, куда хочешь, но они убили регулярные перевозки автобусные. То есть потому что они буквально из-под носа у автобуса, у микроавтобуса забирали пассажиров. Это огромнейший теневой рынок, где крутятся огромные деньги. Но они все идут мимо налоговых поступлений, потому что, как правило, это все нелегально. И сделать тут можно, но это нужно, чтобы захотели все. То есть это нужно, чтобы захотела власть областная. Прям, наверное, даже до уровня губернатора, чтобы захотела. Чтобы захотели силовики, чтобы захотели налоговые органы. То есть когда все дружно вместе скажут, мы с этим будем бороться, это можно побороть. Вот еще вопрос. Все-таки у нас мы возвращаемся к цене, стоимость этой, они здесь тоже между собой связаны. Почему люди выбирают тот же Ларгус? Это, во-первых, где-то комфорт, может быть, добираться. Другой вопрос еще цена. На общественном транспорте периодически возрастают тарифы. И говорят, что у вас несколько даже засекретило эти данные. Сколько вообще реальная себестоимость перевозки пассажиров. И, насколько я знаю, там те же мысики оспаривают. Сейчас штраф, которым выписали за это. Но все-таки, вот насколько прозрачны и сколько можно вообще понять, сколько стоит реально перевозка пассажиров на том или ином маршруте? И можно ли какую-то вводить там градацию? Где-то реально будет 32, а в другом 20. Это очень легко понять. Есть методика Минтранса, по которой рассчитывается тариф. Если сегодня тариф для тех же пазиков посчитать, по методике Минтранса, закладывая туда среднюю зарплату, рентабельность, обновление, амортизацию и так далее, то для пазика, для частного пазика, это будет цифра в районе 70 рублей. Вот у муниципального предприятия, насколько я слышал, последняя цифра, там тариф вокруг 100 крутится. То есть реальная себестоимость одного пассажира вокруг 100 рублей. Вот такие цифры, которые легко проверить. То есть методик Минтранс соберется и считается. И все, и цифра получается. Поэтому о том, что тариф большой или маленький, тут это, знаете, такое понятие очень относительно. Если сравнивать с тем, что должно быть, он крайне маленький. Для пассажиров, конечно, чем ниже тариф, тем лучше. И по большому счету, опять же, вернемся к автобусам. Должны все прекрасно понимать, отдавать себе отчет, что чем дороже автобусы перевозчики купят, тем выше тариф они вынуждены будут поставить. Потому что перевозчику ниоткуда не прилетает. Он зарабатывает только с тарифа. Сегодня тариф в 30 или 32 рубля, это, скажем так, сбалансированный такой, очень прям тютелька в тютельку. Потому что там много чего не закладывает с перевозчиком. То есть много на чем экономится. Ну что, например, на чем? Ну, это отдельная история. Каждый экономит, на чем может. А перевозчик где-то резину не вовремя поменяет. То есть если по методике резину надо менять каждые сколько-то тысяч километров, каждые 70 тысяч, перевозчик будет ее катать, пока она не сотрется вообще. Ну, это банальный пример, опять же. Потому что резина сейчас очень хороший показатель. Если она стоила год назад, если она стоила около 6-7 тысяч, сейчас она стоит 12-13 тысяч. Экономит на безопасности, получается. Все-таки. Экономят на чем смогут. То есть понятно, что без этого никак. То есть если не экономить, то тариф будет совсем... Ну, получается замкнутый круг. Поднять тариф нельзя, потому что население не потянет этого. Ездить дальше на старых пазиках, которые вот-вот развалятся, тоже нельзя. Да, как быть тогда? Как быть, а мы говорим, как быть. Дотация, дотация. Нет, два пути. Нет, тут как в том анекдоте, два пути. Первый вариант это, причем это в законе прописано, что муниципалитет, ну, уполномоченный орган обязан организовать транспортное обслуживание по регулируемым тарифам. То есть закон говорит о том, что вот в данном случае в муниципалитете должны во всех направлениях быть маршруты с регулируемым тарифом. То есть маршрут, по которым дотации платятся. Это закон говорит, это не мы придумали. То есть это первый путь. Организуйте обслуживание транспортное по регулируемым тарифам везде. А вот по нерегулируемым, то есть там, где работают частники за тариф, которые устанавливают, там уже как бы как получится. Будут работать хорошо, ну, то есть будет альтернатива этим маршрутам. Нет, ну, значит, будут только эти. Это первый путь, регулируемые тарифы. Второй путь, это то, о чем я говорил, сегодня имеет то, что есть, вот тот рынок, который есть, те маршруты, которые есть. Давайте мы говорим администрации о том, что давайте вместе пропишем лет на пять, чего вы хотите от нас. И мы примерно понимать будем, что мы сможем. Ну, то есть такой сбалансированный сделаем документ, и получается все от этого выигрыши. Перевозчики, те, кто понимают, что смогут это сделать, понимают, что им делать в ближайшие пять лет. Администрация понимает, куда идет, и может людям, горожанам сказать, вот смотрите, горожане, мы сейчас не поменяли подвижной состав, но он в 2023 вот здесь поменяется, в 2024 вот здесь поменяется. Ну, вот команда обновилась, есть люди, с которыми можно сесть за этот стол переговоров уже? Мы со всеми готовы сесть за этот стол. Вы сейчас видите, есть с кем разговаривать об этом? Ну, вот Алексей Сергеевич Кудинов пришел, сказал, мы готовы. Ну, сказал, мы сказали, мы тоже. Теперь ждем, когда пригласят. Мы в полный год, мы в любой момент готовы сесть и обсуждать, что делать. Но ведь мы же что слышим? Мы говорим, давайте обсуждать реальный документ, по которому будем дальше работать. Мы слышим в ответ, мы сейчас конкурсом, ну, а что конкурс-то решит? Вот я бы очень хотел, чтобы поняли, конкурс вот в том виде, в котором сейчас его можно провести по закону, он не решит проблем вообще никаких. Он не повысит качество транспортного обслуживания. То есть давайте так, если на пять лет висяете и пропишите, вы реально будете готовы поменять автопарк и, соответственно, обновить. Мы же говорим о том, что это совместный документ. То есть, условно, вот вы власть, я перевозчик. Вы говорите, хочу вот такой автобус. Мы говорим, нет, такой он не нужен, потому что вот так, так обосновываем. Мы говорим, давайте вот такой. Но мы его сделаем, реально он будет, все. Да? Да, поехали. Все, здесь такое. Там, говорят, хочу вот так, чтобы маршрут ехал. Мы говорим, нет, нет, давайте он так не сможет работать, потому что это тоже обо... Говорят, давайте вот так. И вот такой сбалансированный документ, но каждый из сторон понимает, что это выполнимо. То есть, одна сторона понимает, что да, это их устроит, другая сторона понимает, что да, она сможет это сделать. Вы понимаете, что там, где вы расскажете, нет, вот только вот так мы можем, это не конструктивно, под компромиссу готовый? Конечно. Я об этом говорю, что мы обосновываем, почему лучше, лучше не только так, и никак иначе, а лучше сделать так. То есть, мы говорим, потому что вот, ну, есть опыт, да, все равно перевозчики, у нас, ну, не такой большой город, как бы, чтобы какие-то там, ну, сильно такие маршруты городить, сильно ничего не понимаешь. Тут магистральных улиц, сколько у нас, пять штук, на руках валят пальцы, чтобы посчитать. Все вот вокруг них, все и пляшет. То есть, ну, ничего там нового не придумаешь. Понятно. А сезон огородный возьмем. Он закончен у нас летний, да, то есть, но тем не менее, кто-то называет это прям золотым дном, садоводческий маршрут. Кто-то говорит, что они достаточно убыточные. Вот, насколько сегодня перевозчики заходят туда, и есть ли за война эти маршруты какие-то? Ну, там войны быть не может, просто потому что там вот как раз торги проходят. То есть, вот есть цена маршрута, и дальше торгуйся, насколько ты можешь. Можешь опустить ниже, опускай, не можешь, ну, ступай просто и все. Вот, насчет того, что это золотое дно, нет. Есть хорошие маршруты, да, на которых удобно работать. Я не скажу, что там выгодно, но удобно. То есть, там, где асфальт, там, где не разбивается автобус, а есть ведь маршруты, где, ну, просто колеса вылетают у автобусов. То есть, и там ни о каких деньгах речи быть не может, даже если там их хорошо платят, извините, потерять автобус и получить много денег, в итоге потом потратить их на восстановление этого автобуса того не стоит. Нет, там, вот, как на мой взгляд, я сейчас как-то туда сильно не погружаюсь, так сбалансировано. То есть, то, что платят, этого хватает на то, чтобы обслуживать этот маршрут, ну, и какую-то, наверное, заложить рентабельно. А вот экономические санкции, то есть, еще как-то людей туда двинули назад, на садоводческие маршруты. Опять же, микрорайоны новые появляются тоже за счет дач. Увеличился пассажиропоток? Можно ли где-то говорить о том, на каких-то из маршрутов? Нет, ну, так вот, в среднем, из года в год, одно и то же, плюс-минус, как бы. Очень зависит от года, от погоды. Тут ведь тоже, вот, весна у нас была, помните, дождливая, то есть, вообще ни в какое сравнение с другими годами, допустим, не шла. Нет, стабильно пассажиропоток на садах падал на долгие годы, на некоторых маршрутах, то есть, были большие, потом поменялись на средний, потом на малый класс, потому что не было никого. Сейчас он, в какой-то степени, чуть-чуть там, возможно, чуть-чуть оформился в плюс. Вот, но это тенденция всероссийская, пассажиропоток на общественном транспорте, он по всей стране падает. То есть, люди пересаживаются на альтернативные варианты, либо своя машина, либо велосипед, сейчас же электросамокаты, те же самые. Ну, много альтернатив сейчас общественному транспорту, и если мы не говорим о мегаполисе, так как Москва, где огромные расстояния, там надо преодолевать, то вот такие, как Оренбург, есть много вариантов избежать пользования общественным транспортом, что и происходит. В принципе, мы с момента пандемии не досчитались половиной пассажиров. И не вернулся еще этот пассажир. Они уже не вернутся, скорее всего, уже достаточно времени прошло, уже вряд ли они вернутся. А вообще, насколько граждане у нас включаются в какие-то вопросы, обсуждения, каким нужен быть маршрут, или автобус, там, не знаю, как вы с ними взаимодействуете, как ассоциация с пассажирами? С пассажирами взаимодействовать очень просто. У нас есть телефон в автобусах, ассоциаций, жалобный телефон. Там я прям отвечаю на жалобы. То есть пишут WhatsApp или Viber. Ну, как правило, уже такой устоявшийся круг пассажиров. И мы взаимодействуем с активным гражданином. То есть это областная история. Там тоже жалобы приходят. Их тоже я отрабатываю с перевозчиками. Ну, вы так все называете жалобами, а конструктивные предложения или только люди жалуются? Нет. Ну, опять же, ведь и не ставят такую задачу дать конструктивное предложение. Может быть, у нас достаточно активные граждане. Если их спросить, то действительно что-то предложат стоящее. Конечно, многие скажут, хочу вот от гаража до дома без пересадки ехать. Но не без этого. Но, тем не менее, у нас активные граждане, они могут какие-то конструктивные дать предложения. Их просто надо спросить об этом. И опять же, возвращаемся к открытости работы администрации. Ведь маршрут не только нам не показывают, их и гражданам не показывают, по большому счету. То есть, ладно, там мы, перевозчики, ерунда. Горожанам покажите. То есть, вы делаете новые маршруты для кого? Для горожан. В первую очередь, им это покажите. Ну, какое-то устроите голосование. Я не знаю, просто сбор мнений каких-то. Может быть, вы услышите, что горожане скажут, да нам надо вот тот же самый, но чтобы там вот условно ходил не пазик, а вот что-то другое. И та же система, чтобы там работала ГЛОНАСС, я знала, куда маршрут выйти вовремя. Да, да, то есть, просто дайте мне удобство, дайте мне качество. Я повторюсь, жалоб на схемы маршрутов, ну, их практически нет. Если они есть, то только они касаются того, что заверните вот этот туда, а продлите вот этот туда. То есть, вот такие. А то, что вот, а давайте не будем ездить здесь больше, ну, нет таких жалоб. Много говорилось еще о диспетчерском центре, что он там раньше был, потом потребовался снова. Сегодня о нем задаются вопросы вашей ассоциации, нужен ли он вообще? Вообще, диспетчерский центр, это моя гордость. Мы в свое время, в 2012 году, с командой администрации, тогда одними из первых вообще городов диспетчерский центр такой организовали. То есть, там их было, ну, десяток по всей стране, и мы вот были в этой десятке. Такой диспетчерский центр был, и все частные перевозчики в нем были видны. И он был в службе 2.0.5, то есть, в ситуационном центре, там, где мониторы, камеры и все. И он действительно очень здорово, сразу качественно поднял уровень, потому что все пассажиры, те, кто часто пользовался общественным транспортом, знали телефон диспетчерского центра. Почему это было удобно? На тот момент, ну, и сейчас она работает, была приемная глава по телефону, когда можно было, пожалуйста, 30-40-40. Ну, вот простой пример. Стою на остановке, не могу дождаться автобуса. Звоню в приемную главы 30-40-40. Говорю, я не могу дождаться автобуса. Все, ваша жалоба принята. Мне через, там, в течение 30 дней приходит ответ. Вот в этот день автобус такой-то сломался, поэтому его не дожди. Да он мне, наверное, не нужно, извините за выражение, через 30 дней. Я вот стою здесь и сейчас. И когда появился диспетчерский центр, пассажиры звонили туда, и в реальном времени могли получить информацию вот о текущей ситуации. То есть, условно, вот я стою на остановке, а ему диспетчер говорит, уважаемый, время 23.00, автобусы уже не ходят, не ждите. И он, ну, конечно, пофыркает и уйдет. Ну, сегодня 2022 год уже, по телефону вот так звонить. Диспетчерский центр, каким должен быть он, да. Потом он, мягко говоря, паник. То есть, им никто не занимался как инструментом для качества транспортного обслуживания. И он паник, и он в каком-то виде сейчас есть, то есть, он существует. Каким тогда он должен быть? И нужен ли он сейчас? Электронным каким-то еще? Он нужен, он всегда нужен. Электронный, ну, опять же, электронный в каком виде? Он электронный не нужен в качестве приложения. Есть Яндекс.Карты, то есть, если мне надо увидеть, где, я увижу. Он нужен именно как ситуационный центр для понимания вот именно обстановки с общественным транспортом здесь и сейчас. То есть, условно, я там вижу, что автобусы есть, но их почему-то на остановке нет. Я звоню, говорю, а в чем дело? А мне говорят, а там за углом авария. Поэтому не переживайте, все будет хорошо. Мы все контролируем, все будет. То есть, человек нужен все равно. Без него никуда не денешься. Человеческое общение в этом центре. Конечно. То есть, только человек может оценить, что происходит. Но переговоры идут о нем? Вас спрашивают, нужен он в каком виде? Нет. Нет, переговоры, может, и идут, но нас не спрашивают. Да, нас никто не спрашивает. На этом мы программу будем завершать. Да, сегодня мы говорили с Максимом Фазулиным, с руководителем Ассоциации перевозчиков. Не всегда с ними советуются, а хочется, чтобы советовались. Но какие-то движения в это направление идут. Тем более, так много заявлено уже сейчас. Вот. Поэтому мы нашим пассажирам желаем терпения Ассоциации продолжать бороться за права и перевозчиков, и пассажиров, ради которых вы все делаете. Ну, и наводить порядок в автобусах. Спасибо. В том числе. На этом мы заканчиваем. Это была программа Диалоги. С вами была Галина Баева. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»